4 февраля с рабочим визитом прибыл в наш город губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Встречал его глава муниципалитета Роман Сенеговский. Губернатор посетил ряд социальных объектов и предприятий, а также провел встречу с общественностью района. С подробностями наши корреспонденты. Среди объектов, которые посетил губернатор – детская художественная школа, здание которой архитектурный памятник и одна из достопримечательностей района. Зданию школы необходим капитальный ремонт, так как 200-300 учащихся и педагогов вынуждены проводить занятия в городском доме культуры. Если это здание, понятно, стоимость такова, что решение принимается двумя способами. Первое, конечно, его подделываем, но школу вносим в другое место, потому что стоимость, никакие большие деньги тратим. Или, конечно, тратим сюда большие деньги на капитальный ремонт. Дети все помещаются, кто хочет заниматься творчеством. До 500 человек, да. То есть, школа просто не нуждается в расширении, если здесь нет ремонтируемых зданий. По предварительным подсчетам, его стоимость составляет около 27 миллионов рублей. Осмотрев здание, губернатор Кубани поручил разработать финансовый механизм для проведения капитального ремонта. Следующим объектом стала детская и юношеская спортивная школа «Юность», где также требуется ремонт. Главная задача, которая стоит перед администрацией района – починить кровлю, сделать стяжку, установить новые окна. После чего район может рассчитывать на вхождение в краевую программу. И после ремонта можно будет вновь перевести секции настольного тенниса и волейбола и спорткомплекса «Лидер» в родную Дю США. На детях, тем более на здоровье детей, никто экономить не собирается, поэтому почему здесь можно ехать по всяким публичным красивым вашим местам, которые работают, функционируют, слава богу. А вот там, где проблема, надо ехать туда и смотреть, если на самом деле мы можем совместными усилиями детям дать детство, полноценное детство, здоровое детство, спортивное детство в том числе, то мы должны давать. Я ни разу говорил, на этом экономить мы не можем, потому что дети – это будущее. Высокую оценку дал губернатор Кубани одному из посещённых предприятий «Славпром». Он отметил, что побывал на современном развивающемся производстве, которое, несмотря ни на какие экономические сложности, старается давать качественную продукцию. У вас настоящий винзавод. Не завод по розливу вина, а производство вина. Это очень важно. Сейчас очень многие пытаются замаскироваться, а на самом деле вино не производят, а вино льют, и льют зурагат. А вы его производите. Очень важно, начиная, как я говорю, от собирания винограда, даже закупки винограда у населения, что очень важно для нас, и для вас, и для экономики Славянска, и до выхода бутылки. После осмотра социальных объектов и предприятий районного центра Вениамин Кондратьев провёл встречу с общественностью Славянского района, в ходе которой губернатор отметил, что район имеет достаточно высокие социально-экономические показатели. Экономика в районе, по моим запискам, достаточно хорошие, даже, я бы сказал, высокие показатели показывает. Славянский район в основном промышленный, исходя из цифр, в структуре базовых, это всей экономики, доля промышленности более 52%. Это очень серьёзно, очень серьёзно, и, как бы на самом деле, с точки зрения иных муниципальных образований, конечно, я впечатляю. Но при этом губернатор добавил, что в районе существует ряд бытовых проблем. В своих обращениях главе региона населения района чаще всего жалуются на состояние ЖКХ. Так, более половины водопроводных сетей нуждаются в замене. Износ тепловых сетей составляет более 70%, а электрических ещё больше, отметил губернатор. Роман Синеговский пояснил, что износ инженерных сетей действительно большой. Однако в дома Славянцев регулярно поставляется свет, вода и тепло. Хотя иногда бывают перебои. Мы надёжностью энергоснабжения занимаемся ежедневно, скажем так. И вот буквально перед встречей общались и с руководством Кубани-энерго, и с руководством НЕСКО. Значит, инвестиционные программы, которые заложены в этом году, скажем так, они впечатляют. И мы надеемся, что с каждым годом у нас будут улучшаться эти показатели. Также губернатор обсудил перспективы развития агропромышленного комплекса района. Наиболее остро здесь стоит вопрос использования местного сырья, поддержки сельхозпроизводителей района. Деньги надо вкладывать так, чтобы они возвращались прибылью, подчеркнул Вениамин Кондратьев. В районе есть весь спектр для развития переработки. Надо максимально загрузить перерабатывающие предприятия. Переработка риса, овощей, молока, рыбы – всё это надо развивать. С анализом социальной сферы района выступила вице-губернатор Анна Менькова. По сравнению с другими нашими районами, Славянский район выглядит с точки зрения социальной сферы более или менее благополучно. И здесь есть у нас болевые точки, о которых я сегодня хочу сказать. Как отметила Анна Алексеевна, муниципалитет принимает активное участие в краевых программах. Так, по программе «Земский доктор» в Славянский район переехал 21 специалист. Кроме того, планируется, что в станице Черноярковской в этом году появится офис врача общей практики. Основное время встречи губернатор посвятил общению с участниками встречи, ответил на вопросы, звучащие из зала. Они касались возобновления действий некоторых краевых программ, поддержки личных подсобных хозяйств, малого предпринимательства, развития рыбоводства в плавневой зоне района, модернизации топливно-энергетического комплекса. Директор школы номер три Татьяна Кириллова задала вопрос особо волнующей жителей микрорайона Кубриз и всем, кто там работает и учится. Главная проблема в том, что РЖЖ начали строительства новые железнодородных путей. И вот в этой строительстве сейчас создало проблему в том, что транспорт железнодорожный. Порой идёт один за одним. И скопление автомобильного транспорта, как из здравогорода, так и из Ублисса, иногда наше время, как-то, вот, как они, 30, 40, ну, наверное, и больше. А ведь люди едут из Ублиса и на роду, у нас, да, в маршрутных такси идут в разные районы города. И скоро эту помощь также и в Ублисс, и в Ублисс, и в Ублисс, довести центральную районную больницу. В общем-то, это такая большая проблема. Необходимость строительства пешеходного и транспортного тоннеля. Но РЖД пока даёт отказ. Вениамин Кондратьев проинформировал, что уже готовится обращение к руководству РЖД, в котором будет указана на необходимость строительства тоннелей в населённых пунктах, где проходит новая ветка железнодорожных путей. Такая сложная ситуация на переездах сложилась не только в Славянском районе. Глава региона надеется, что получится решить данный вопрос. Глава города Славянска-на-Кубани Александр Коновалов поднял вопрос о передаче моста через реку Протока из собственности Славянского городского поселения в собственность Краснодар-Автодор. Пассажирский поток в летний период постоянно увеличивается и составляет сейчас 14-16 тысяч автомобилей, что усложняет обслуживание моста. Губернатор дал поручение своим специалистам разобраться, насколько целесообразно оставлять мост в муниципальной собственности. Вы буквально через неделю проработаете этот вопрос, и с главой потом... Я вам пришелся. Ещё немало вопросов было задано в ходе встречи. Ни один из них не остался без внимания Вениамина Ивановича. Завершая встречу, губернатор отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, у Славянского района есть перспектива роста. Практически все вопросы решаемы, а значит, необходимо прикладывать все усилия, чтобы славянцы жили хорошо и счастливо. Впечатление об общении с залом с вами – живем неплохо, друзья. Да, есть проблемы, но они есть везде. Из них я ещё нигде не видел ни одного района, ни одного села, где бы их не было. Но они у вас носят, знаете, такой бытовой жизненный характер. И это полностью уменьшает оптимизм в заверший день. И то, что вы сегодня поднимали, мы всё преодолеем, друзья. Ну пусть, конечно, не всё, но процентов 80, но 90, я думаю, мы лишим. Тина Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программы События.